А не поснимать ли мне видео в этот поздний час? Друзья мои, ведь вас не испугает это зрелище, правда? Меня-то точно нет, потому что вот это всё мясо, 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 оно, подумаешь, обглодают, потом косточки выброшу. Всё нормально, там живность всё это переработает. А то, что мошки, они и без мяса есть, они всё равно там есть. От мяса их не станет больше, ну, может быть, чуть-чуть-чуть побольше. С ними всё равно в любом случае надо бороться. Горчицы я насеяла. О, семена горчицы, сейчас вам покажу. Видите? Жёлтенькие, кругленькие, насыпанные. Да, вы уже увидели. Давайте вернёмся. Ну, заодно посмотрите, как там фулика себя ведёт. Ну, кстати, непонятно, что он кушает, наверное. Да, кстати, посмотрите, что там кушает фулика. Те, кто любит давать всякие там кабачок, огурчики, помидорчики, да ещё и красиво нарезать. Улитки едят всякую гниль. Гниющий листовой опад – это их основной корм. И земля. Обязательно земля. Так, а нам больше снимать-то нечего. Ну, а это всё уже дополнение, причём очень разнообразное дополнение. Конечно, я тоже даю овощи улиткам. Посмотрите на субулину. Их несколько. Вот такие завитушки. Это маленькие-маленькие улитки. Тоже очень любят мясо. Вы знаете, скажу плохое сейчас. Улитка группы не рекомендует мясо. У них написано где-нибудь так, в закутке в каком-нибудь, что нужно мясо. Но они всё равно как бы так двояко к этому относятся. Потому что рекомендуют всегда гомарус, гомарус, гомарус. Но это сушёный корм. Сушёные корма всегда проигрывают свежим. Сушёный корм, сколько я слышала там от аквариумистов, что мальков, рыбок погубили сушёным кормом. Не знаю, в чём его недостаток. Может быть, консерванты добавляют. Не знаю, догадываюсь только. По крайней мере, мясо улитки любят. Мясо улитки с удовольствием едят. Да, смотрится варварски. Но сделайте поаккуратнее. Мне не критично. Я понимаю, что улиткам это безразлично, чтобы тут было красиво. А мне тем более. Мне нравится варварство вот это вот всё. Такое, такая жуть. Ну, вот вы скажете, почему ты положила вот здесь миску? Ну, потому что там были помидоры. Я готовила щи, и помидоры на тёрке натирала и добавляла. Ну, вы знаете, как щи готовятся. А вот эти шкурки с остатками мякоти помидорной положила в эту лохань, недолго думая. Ну, тут не особо я старалась. Всё как бы... Это было не предназначено для зрителей. И положила им. А раз туда помидоры, то заодно уже и огурец туда же, и перловую крупу вымоченную в воде. Всё туда положила. И они уже там почти всё съели. В принципе, можно было всё то же самое без всякой миски. А, нет, вот перловка видна чуть-чуть. Вон они её склёвывают. Как-то у нас сегодня не очень симпатично. Но мне всё равно нравится на это смотреть. Вот нравится. Не знаю мне эта картина почему-то. Всякие там бантики, цветочки. Это немножко другая история. Какой-нибудь, знаете, стиль прованс. Это не про улиток. Хотя в книжках иногда рисуют улитку в сопровождении цветуёчков каких-то. Нет. Улитка живёт в земле и в лесной подстилке. Среди червей, личинок и прочих. Вот и пусть живёт в такой среде. Хотя цветы можно тоже ей положить в какой-то момент. Она их прекрасно съест. Но у меня сейчас нету. Потому что осень. Так, а зачем мы сюда пришли? Что мы тут хотели увидеть? Ты тут что делаешь? Загадка. Ну, нет фокуса, нет ответа. Непонятно, что он там делает. Ну, не всегда. Ай, какой был красивый кадр, да? Когда вот эту кость грызла фулика. Ну, мы успели это увидеть. Ну, вы поняли, почему я не боюсь мясо складывать на грунт? Потому что любые мясные остатки, которые там будут, любые, любой там кусочек, какое-то волоконце, волокно мяса, всё это будет съедено, ничего не останется. Когда я косточку выброшу, грунт подчистят. Не одни, так другие. Ой, смотрите. Ой, ой, сабулина перед лицом у фулики. Но она одна другую не обидит. Солдат-ребёнку не обидчик. Я думаю, что вам видно это было. Что там происходило. Любят они это дело. Прям грызут, жрут. Как собаки. Я им разные кости даю. У них к косточкам разные отношения. Некоторые им очень нравятся. Ну, красиво же это на самом деле. Вот смотреть, как улитка с удовольствием ест. С аппетитом таким. Мне нравится. Мисочку бы покрасивее какую-то. Всё-таки меня стеклянная совершенно отвратила. После того, как Овум её, ну, можно сказать, разбил, он её выдавил изнутри своим телом. Поднатужился. Там была круглая стекляшка. Знаете, круглые вазы такие, как аквариум для рыб круглый. Только маленькая. И вот я в ней поставила воду. Прямо здесь, в террариуме. Думаю, о, как хорошо. Они не разольют. Если наклонят, всё равно вода не вылится. Её надо перевернуть, чтобы вылилась вода. Только тогда вылится. Вот. И что вы думаете? Я прихожу. Но она простояла какое-то время. Пользовались они ею. Я была довольна. Улитки тоже. И вдруг в один прекрасный день, там не хватает куска в стекле, и торчат два острых угла. Ну, представьте. Я могу вам её показать. Она у меня жива. Ну, в другой раз, если хотите. Напишите. Вот. Торчат два острых угла. И он туда забирается вовнутрь. Господи боже. Ну, я думаю, ладно. Улитки ведь не боятся. Они могут по лезвию проползти. У них слизь. Они как-то умудряются обтекать всякие острые углы и всякие колючки. Он туда забрался чуть ли не весь. Господи, что ж он делать-то будет? Как же он извернётся-то? Как же он вылезет-то из неё? Ха! Он подвылез. Потом он воду оттуда попил. Потом он вылез головой и вдруг своей подошвой, вот прям вот так, вот как грудью, поднатужился, напрягся, надавил на этот угол стеклянный. И он кряк и вылетел. Он прямо вот как силач. И стекляшка вылетела и отлетела в сторону. Я потом ловила её, не ловила, а искала, где она там. И он как ни в чём не бывало, вылез и пополз кушать. Так что стеклянные ёмкости больше здесь использоваться не будут. Я в них разочаровалась. Какую-нибудь бы тоненькую керамику было бы и хорошо. Потому что пластик просто некрасиво, неприятно. Вот такой у нас с вами гадюшник. Не с вами, это у меня такой гадюшник. Вот такое варварство. Такие страшилочки. Да они ещё и в мели перемананы. Я не уверена, что выложу. Я обычно стараюсь как-то красивое показать. А тут даже зелени нет. Умер Мирт. Он ещё пытался дать листочки маленькие, зелёненькие. Ну как, он может быть бы и рад и большие дать, но никакие не выросли. А вот это папоротник, между прочим. Красивый. И немножко они его едят. Я сейчас воюю с группой улитки Ахатины. Они там что-то вякают про токсичность растений. Как же надоела мне эта тупость. Я столько писала статей про ядовитость растений. Про то, что не существует ни ядовитых растений. Ой, как он интересно смотрит. Все растения содержат яды. У всех растений есть защита от вредителей и от улиток в том числе. Самое разное. Ферменты, фитонциды, смолы, эфирные масла, витамины. Витамины тоже яд в большом количестве. Любое вещество яд. Всё зависит только от дозы. От концентрации. Вот. Миллион раз было рассказано, как животные решают вопрос ядовитости растений. Нет, опять пишут, что есть токсичные растения, они запрещены улиткам. Тогда надо всё запретить. Вообще ничего не есть. Лечь и умереть. И хвойные можно... Вон у нас, у меня, у нас улитка ела. Кстати, я уже не вижу, где это. Неужели слопали? Еловые шишки. Сидит и ест. А то ещё думали. Листья рябины ядовитые. Совсем уже охренели. Листья авокадо. Не надо рисковать. Какой может быть риск? Вот самое ужасное, вот это вот какое-то полувраньё. Если улитководы будут думать, что есть риск в поедании каких-то растений, они будут осторожничать и ничего не давать улиткам. Нет никакого риска, если вы даёте улиткам растения. Любые. Лишь бы они не были обработаны ядохимикатами. Всё, что угодно можно давать. Любые овощи и фрукты. Без исключений. Ботву овощных культур. Древесный опад любых пород деревьев. Сорная растительность травянистая. Любая абсолютно. Другой вопрос, что улитки не всё одинаково любят. Некоторые растения совсем не едят. Даже если вы положите им сирень, но они не будут её есть. Но и всё. Просто потому, что она лежит с ними рядом. Они не умрут от этого и никак не пострадают. Такая парочка задумчивая. Надо стекло вымыть. Они освободили его. Надо пользоваться моментом. Поэтому, ребятки, прощаюсь с вами. До свидания. Рада была вас видеть. Тем пока.